Приветствую вас, и вопрос, конечно, очень общий, то есть отвечать на него можно довольно долго, много, каждый подойдет, наверное, со своей стороны, и вы, наверное, просто посмотрите, какая точка зрения вам пройдет больше, и выберите эту точку зрения для того, чтобы впоследствии, возможно, ей пользоваться для себя. Мне бы хотелось сказать так, что если вы на одной из целей стать смелее, значит, вы чего-то боитесь, и если вы чего-то боитесь, то, скорее всего, вам хочется с этим страхом справиться. То есть вы не хотите, чтобы у вас эти страхи были, вы не хотите, чтобы вам они мешали, эти самые страхи, и вы хотите от своих страхов, вот этих вот, страхов, избавиться. Ну, если угодно, убрать их, проработать, подавить, и так далее. Вот это, на мой взгляд, является одной из самых, так сказать, распространенных ошибок. Я поясню, конечно же, почему. Дело в том, что страх сам по себе. Реакция вполне естественная. Реакция вполне нормальная. Реакция вполне, ну, как это сказать, природная. И это то, что вам нужно понять для себя, что страх – это абсолютно нормальная реакция. Это защитная реакция. Но это защитная реакция, которой вы не в силах управляете. Потому что вы не отдаете себе отсчета в том, откуда она берется и чем она вызвана. По сути дела, вы не отдаете себе отсчета в том, чего вы боитесь, и не понимая, чего вы боитесь, хотите избавиться от этого страха. Но в действительности, если просто преследовать цель, стать смелым, стать храбрым, стать бесстрашным, то это будет, простите, уже аномалия. Человеку нужно бояться. Человеку нужно испытывать страх. Страх – это естественная защитная реакция. Но когда человек не осознает, чего он боится, не осознает, что кроется за его страхом, не понимает негативных обстоятельств, которые его настораживают, которые его привозят, не отдает себе отсчета, в чем они заключаются и чем вызваны, вот до тех пор страх будет мешать. И тогда необходимо для начала вам выделить для себя те моменты, которые вызывают у вас страх. Для начала мне бы хотелось сказать так, что если у вас есть возможность контролировать ваше чувство, то есть, если вы знаете, например, что в определенной ситуации у вас будет один уровень в тревоге и страха, в другой ситуации у вас будет другой уровень в тревоге или страха, то желательно вам поместить себя в такую ситуацию, в такое положение, когда вы бы на кончиках пальцев, вот буквально на кончиках пальцев, чувствовали бы вот это вот тревожное состояние. И это тревожное состояние, оно бы стало для вас промежуточным этапом для адаптации в положении, вызывающем у вас страх. Иными словами мы говорим о постепенном повышении уровня вашей устойчивости к страху и постоянный процесс рационализации, то есть осмысление, осознание того, чего вы боитесь, перевод этого из мистических представлений, какие у вас господствуют сейчас, в рациональное представление, в четкое понимание того, что за негативные обстоятельства стоят за вашим страхом и соответствующая коррекция поведения, исходя из этих обстоятельств. То есть обстоятельства, которые стоят за страхом, они реальны. Они реальны. Но вот ваша реакция, она чрезмерна. И вот задача привести реакцию в соответствие с негативным обстоятельством и только тогда, когда это негативное обстоятельство реально есть. Когда его нет, то и, соответственно, защитной реакции быть незачем. Это первый и важный момент. Второй момент. Объективно существует угроза того, что наступят обстоятельства, о которых вы боитесь. И здесь вам поможет достаточно простой, на мой взгляд, вопрос. Это вопрос о том, собственно, наступило ли то, чего я боюсь. Произошло ли то, чего я боюсь. Как бы не накручиваю ли я себя. Вот, например, если вы условно боитесь, скажем, дождя, то вы можете спросить себя. Вы боитесь, дождя, вы выбрасываете себя. Наступил ли дождь? Начался ли дождь? И если дождь не начался, это значит, что бояться еще нечего вам. И вот так вот, рационализируя постоянно то, чего вы боитесь, вы будете приходить к тому, чтобы не тратить свою энергию и силы, почем зря я имею в виду, на те обстоятельства, которых еще нет. Это второй момент, третий момент. Если негативные обстоятельства, которых вы так сильно боитесь, все же наступили, то здесь я бы рекомендовал вам, здесь я бы рекомендовал вам сделать следующее. Опять-таки задаем себе вопрос. Опять-таки задаем себе вопрос. Какого плана? Передаем себе вопрос. Так ли страшно то, что с вами случилось? То есть, действительно ли страшно то, чего вы так опасаетесь, чего вы так боитесь? И это тоже очень важное средство для идентификации того, что вам угрожает. Для селекции, то есть, отбора того, что вам, ну, например, неприятно, того, что вам, например, не нравится, того, чего вы, например, боитесь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если вы будете рационализировать свой страх, если вы будете задавать себе вопрос подобного роли, который поможет вам отобрать, отстеть то, чего вы боитесь, разделить это на вымышленное и реальное, а реального всегда меньше, чем вымышленного, то в таком случае вам будет куда легче жить с постоянным страхом. Ну и, наконец, наверное, последнее, что вам нужно будет порекомендовать, это страшить себя так, подумать так. Вы боитесь, что с вами произойдет что-то плохое, вы боитесь, что с вами случится что-то плохое. Значит, это уже случилось. Представьте себе, что то, чего вы так боитесь, уже произошло. Продумайте свою линию поведения в том, чего вы боитесь. Воображение прокрутите, пролистайте, проживите, если угодно, то, чего вы боитесь. и тогда вы будете уже готовы к тому, что это произойдет и бояться, соответственно, будете гораздо меньше. То есть, как я надеюсь, вы поняли, вам были даны некоторые средства для того, чтобы легче справляться с теми негативными последствиями переживаний, которые у вас имеют место быть. Если вы будете задавать себе все эти вопросы и доведете наличие этих вопросов до автоматизма, то я думаю, что никаких проблем у вас не будут. Я имею ввиду тем, чтобы стать смелее, чтобы реально стать смелее. Пожалуй, стоит, наверное, пару слов сказать и о том, что можно сделать, если вы боитесь каких-то других вещей, здесь необходимо уже работать над уверенностью в себе, по моему мнению, над актуализацией своих ресурсов, над тем, чтобы больше доверять себе, больше верить себе, может быть, больше как-то чувствовать себя, больше отдавать себя счет в том, что вы делаете, зачем вы делаете именно так, именно это и почему. Если у вас будут все вот эти условия, если вы будете действовать именно так, как я вам сказал, как я вам рекомендовал я думаю, что проблем с тем, чтобы стать смелее у вас не в с тем, вы